А сейчас в Молдавии. Чуть более часа назад объявлено об окончании в Кишиневе многотысячной акции противников нового правительства. За день и участники прошли по улицам около 15 километров. Завтра оппозиция собирается работать с активистами на местах. В Кишиневе митинги возобновятся в воскресенье. Начавшись осенью, политический процесс в Молдавии обострился на этой неделе, после того, как был за 6 минут утвержден и ночью тайно приведен к присяге кабинет министров во главе с Павлом Филиппом. Его многие в стране считают ставленником олигархов. Митингующие требуют, чтобы власть соблюдала интересы всего народа. Протестовали также против позиций Соединенных Штатов, поддержавших непопулярного в Молдавии Филиппа под предлогом сохранения стабильности. Люди намерены продолжать борьбу за формирование нового правительства вслед за выборами нового парламента. То, что режим не сдается и не особо собирается, это факт. Но то, что сегодня сотни тысяч людей ждут и требуют досрочных выборов, это тоже факт. Сегодня они пытаются организовать те или иные провокации для того, чтобы освободить страну. Мы должны быть вместе вне зависимости от политических взглядов. С политикой разберемся потом. Тем временем сегодня в Молдавию снова не впустили российских журналистов, сотрудников агентств ТАСС и «Россия сегодня». Накануне в Кишинев не смогла попасть и наша съемочная группа. Корреспонденты Илью Костина и оператора Дмитрия Бедарева даже не выпустили из самолета. Не дали работать и нашим коллегам из ВГТРК, РЕН-ТВ и Лайф-Ньюс. В Кремле подобные ограничения назвали неприемлемыми. Ответы международных организаций на нарушение обязательств, взятых на себя Молдавии в сфере свободы слова, ждет российский МИД. Продолжение следует...